всем большой привет добро пожаловать на мой канал за пару дней которые я отлеживалась в ожидании того когда простуда отступит я поняла что соскучилась за такими вот видео но озарение мне пришло именно в тот момент когда идет дождь на улице поэтому я очень надеюсь что вам будет его не слышно и он не помешает нам снимать видео собственно ради чего мы сегодня собрались это вот такая огромная коробка огромная посылка это лампа для маникюра как вы уже поняли из заставки и из названия это лампа от опи ай мне ее прислали в подарок за участие в конкурсе трансвижн ворс 2020 но погуглив и посмотрев сколько это лампа статья немножко была в шоке и решила что вам тоже будет интересно посмотреть на нее обзорчик и посмотреть стоит ли она своих денег эта лампа стоит 30 тысяч рублей плюс-минус на разных сайтах по-разному но нужно еще потрудиться чтобы найти эту лампу на каких-то российских сайтах если сравнить ее с моей обычной лампы которой я пользуюсь это лампа вы все видели и знали она стоит плюс-минус три тысячи рублей то есть моя лампа стоит в 10 раз дешевле этой одной посмотрим покорить ли это лампа за такую стоимость моё сердце потому что все-таки она есть в продаже теоретически и кто-то может купить такие деньги это лампа бренда opi это американский бренд и я никогда не работала этим брендом не в гель-лаковой системе не в еще чем-то я помню что мне как-то дарили тоже очень давно на конкурсе какие-то материалы из этого бренда все больше я не пользовалась этими товарами но я знаю что opi это чуть ли не найдревнейшая фирма в маникюрной индустрии собственно они являются авторитетом и возможно именно за бренд мы платим переплачиваем возможно возможно и нет такие большие деньги давайте раскроем посмотрим что из себя представляет лампа на самом деле я в интернете вообще не нашла никаких отзывов парочку это не русских отзывов об этой лампе и на русских сайтах тоже ее практически нет в продаже так открыла я все это беззвучно и и без своего голосового сопровождения потому что эта коробка скрипит ужасно вот такая вот лампа выглядит очень стильно современно такой мини космический корабль то что я заметила из этикетки на коробке это то что лампа произведена 2017 года и судя по отзывам это лампа не самая лучшая модель оказалась в этом бренде много в ней минусов точнее один очень серьезный который я прочитал который я вообще нашла из отзывов в интернете теперь я поняла почему мне опять подарили именно эту модель обычно на обзоры присылают что-то самое новое свежее современное но подарочки как вы можете понимать делают вот такие так вот что в этой лампе может быть вообще интересного есть ручка удобно переносить не знаю плюс или минус кто вообще оттаскает лампы по-моему ее не сложно взять как-то по-другому надо ладно есть прекрасное такое зеркальное табло очень симпатичная интересная я так понимаю на сенсорные будет здесь сейчас загораться циферки опять бренд совместно с lg они кстати сделали это не знаю плюс то или минус также на коробке было написано что китай то есть производство было все-таки в китае сейчас все заводы мне кажется находится в китае поэтому это неудивительно хоть и бренд американский завода в китае поэтому производитель китай здесь есть таймеры на 15 30 45 и 60 секунд старт-стоп кнопка также автоматический режим и мануал ручной что это значит еще пока не знаю но я так предполагаю что я должна зафиксировать какой-то таймер допустим выбрать 45 секунд и он будет автоматически гореть столько сколько я выбрала а в ручной техники это просто должен реагировать сенсор на руку и все кнопка включения в принципе лампы все в целом больше ничего нет то есть все просто ничего не намудрили хотя я ожидала честно говоря я ждала что суда сунут как минимум вентилятор будет охлаждение будет какие-то функции какие-то преломленные лэд лучи кстати о них дно снимается лэд лампы здесь какие-то очень современные технологичные выглядят совершенно по-другому нежели в наших обычных лампах в наших моих то есть они вообще отличаются кардинально здесь выглядит все по-другому я не знаю надежнее ли лучше ли это отличаются ли они потому что в описании нигде я ничего не нашла не на каких-либо сайтах не у брендопроизводителя на сайте я не нашла описание подробно этой лампы какие у нее преимущества и чем она хороша то есть были вообще какие-то стандартные название лампы для маникюра для педикюра подходит у нее есть съемное дно у нее есть столько-то лампочек кстати это 54 ватт лампа я не увидела здесь снижение мощности уровень мощности где снижается то есть только старт стоп все больше ничего нету лампа очень увесистая очень такая надежно выполнена тут какой-то еще сенсор видимо такая пластина прозрачная я думаю что все вот эти дырочки это будет обдув я прям надеялась что он тут есть ну потому что что еще может быть крутого и классно за эти деньги гарантия на эту лампу один год моя лампа служит за 3000 тоже один год вообще без проблем мне гарантирует что за 30000 будет это лампа работать один год остальное время я таких лампу на 10 лет смогу покупать по 3000 или 1 вот это за 30 и мне не будут гарантировать то что она проработает все 30 все 10 лет то есть здесь может что-то выходить из строя по поводу вот этого донышка него есть отпечатки такие выемки под пальчики и выемка под пальчик большой вот такая ступенька посмотрев несколько обзоров я поняла то что клиенты промахиваются и кладут большой палец не на эту ступеньку а рядом при этом пачкая и донышко здесь пачкая вот этот бортик соответственно если он здесь пачкается значит стирается лак самого ногтя и мастеру придется перекрашивать переделывать в общем как-то это исправлять в отзывах которые я нашла в интернете было написано то что большой палец не просыхает то есть тех диодов которые расположены вот здесь вот в боковой части их не хватает для того чтобы просушить большой палец в лампе 54 ватт как так можно было расположить эти диоды что они не сушат более того все мы мастера не не знаю может быть только на русскоязычном ютубе понимаем что мы делаем выравнивание клиенту и в таком положении большой палец но никак нельзя сушить потому что весь материал скатится сольется просто на один бок и нам это вообще никак не нужно осушить ноготь вот таким вот образом как мы привыкли пододвигая лампу в сторону клиента клиент кладет пальчик вот таким вот образом и включается лампа ну она может быть не сама всегда включается но мы таймером помогаем это сделать да но здесь даже если мы нажмем сейчас я вставлю но здесь в этой лампе даже если мы нажмем сенсор чтобы работал большой палец настолько далеко находится от диодов как это продемонстрировать я не знаю смотрите где диоды а вот эта часть она мешает просто положить палец но если не вынимать донышко то большой палец но никак нельзя просушить потому что вот вы его туда не запахнете только если вместе со всей рукой но там есть уже вероятность того что вы прикоснетесь к верхушке к диодам вариант только такой что нужно снимать дно класть палец вот так их клиент наверное для этого нужна эта ручка чтобы клиент вот так вот себе засовывал ту лампу прямо на большой палец прям вот так вот и тогда включать ее только такой вариант я не знаю зачем делать такие дизайны но это правда неудобно кто сушит кстати это было указано в преимуществах этой лампы то что можно сушить пять пальцев одновременно то есть не нужно с большой палец сушиться сушить отдельно но производители что не понимают что в других лампах не в тесноте было дело то есть не нужно было делать больше лампу для того чтобы сушить большой палец он у нас мы его так не сушим вместе со всеми потом не потому что не вмещается он а потому что его нельзя так сушить весь материал стечет просто на одну сторону поэтому мы его так не сушим но в общем это это провал простите но здесь нет никаких дополнительных крутых функций которые ждала обдув там какие-то специальные спектры лучи которые я не знаю кстати многие переживают о том что лучи в лампе как-то влияет на кожу вызывает какие-то болезни кожа не загорает это не такие лучи как про солнце я понимаю что это отдельная часть видео но посмотрите на мои руки они абсолютно белые абсолютно не загорают хотя вот эту руку я переделываю гораздо чаще чем это она у меня должна загореть просто быть чоколадкой такого не случилось поэтому это не работает точнее это работает не так я не понимаю как это лампа продавать за 30000 рублей или даже если взять самую минимальную цифру она стояла на каком-то сайте 21000 но вы серьезно то есть лампа которая не универсально не функционально продавать такие деньги только за счет бренда видимо ну вот за бренд кто хочет может заплатить и поставить ее красиво красоваться где-то перед клиентами не знаю эти лампы достаточно хорошо выглядят выполнены служит тоже долго я не склонна верить сейчас брендам не верю в их надежность вот правда так ну давайте подключим эту лампу вместе с вами посмотрим работает ли она вообще и какие может быть фишечки может быть я бы ее оценила как ты нашла в ней достоинства побольше либо какие-то те достоинства которые могут перекрывать ее недостатки но никаких описаний нет ничего на сайтах как 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 на сайте не делают никаких вот описаний подробных не просто для того что там лампа светит имеет таймер снимается дно может подойти для маникюра для педикюра все вот такое описание так ну горит табло красиво горит скорее всего камера будет моргать на этом моменте подсвечивается и тут кружочек симпатично все выглядит так это на стоит сейчас мануалом кстати здесь ручное ручное управление она здесь и написано на самом табло так и что старт старт работает греет прямо от прям сразу прям очень сильно греет чувствуется светит и ярко в глаза не бьет еще один минус как для меня помимо вот этой катавасии с большим пальчиком то что я люблю чтобы задняя крышка была приоткрыта чтобы я смогла наблюдать за своими клиентами чтобы они там не косячили и не ложили пальцы криво косо так ну все работает по таймеру здесь идет отчет на табло все верно ну здесь в принципе не обязательно нахождение моей руки и выключилась здесь работать я не сомневалась на авторежиме по идее должен таймер запоминаться то есть если выставила 45 старте я при этом не нажимала просто лампа запомнила это время на авторежиме и каждый раз как клиент будет класть сюда руку он будет сушить 45 секунд либо столько сколько вы выставите здесь на таймере так ну хорошо так сбился снова показал эти 15 секунд чтобы было побыстрее все работает также по 15 контус в авторежиме вы выставляете но это мало для такой стоимости такой лампы ну я не знаю в общем пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу может быть кто-то пользовался такой лампой вы знаете ее какие-то сверхспособности которые она мне не захотела раскрывать при первом таком знакомстве вот ручка здесь ну как минимум лишняя она не так необходимо не настолько необходимо именно в этом месте как она здесь мешает потому что ну можно было приспособиться ложить большой пачек и сушить его в таком виде в таком положении но он слишком далеко расположен от диодов поэтому нет такой лампой я не смогу пользоваться я не знаю кому ее посоветовать наверное только тем кто покрывает клиентом ногти только в один слой без выравнивания тогда да тогда можно нанести все пять пальцев но но в этой лампе то же самое можно сделать и все пять пальцев просушить да нет бороздочек для пальцев ну в общем такое такое вообще такое не знаю за что зацепиться и за что ее похвалить вот поэтому я считаю все таки что не стоит тратить такие деньги именно на эту лампу я знаю лампы которые стоят дорого и они прям классные вот это к сожалению того не стоит если вы со мной не согласны пишите по этому поводу в комментариях будем разбираться что я здесь не нашла какой секрет не обнаружила все я всем желаю творческих успехов тратьте свои деньги с умом всем до скорой встречи в новых видео пока пока